В республике сокращается количество работодателей-должников. В черном списке сейчас значится 15 организаций, а год назад их было 22. Какие меры необходимо предпринять, чтобы сотрудники получили заработную плату, обсуждали в Доме правительства. По разным источникам собираем максимальную информацию, где какая ситуация. Нам нужна обратная связь. Обратная связь она имеется. И мы, управляя в ручном режиме, должны повлиять на эти процессы, чтобы работодатели выплатили ту задолженность, которую имеют перед работниками. А где процедура финансового оздоровления идет, где процедура конкурсного производства, конечно, конкурсные управляющие с учетом конкурсной массы, с учетом проведения торгов, должны рассчитываться по долгам, по заработной плате перед теми работниками, которые работали в этих организациях. Возглавляет антирейтинг неплательщиков типография номер один. Здесь долги перед работниками превышают 17 миллионов. Предприятие «Банкрот» сейчас реализует имущество. От его продажи выручат многомиллионную сумму. Здесь произошла реализация имущества, и мы ждем погашения заработной платы в текущем месяце в порядке 8 миллионов рублей. Значительно остаются долги по заработной плате, растут также в ООДСК город Новочебакса. Здесь у нас учредитель Ермолаев Константин Владимирович. Здесь также задолженность образовалась за июнь-июль текущего года в порядке более 8,6 миллионов рублей. Актуальным остается вопрос погашения долгов по заработной плате за август месяц текущего. Здесь мы, предприятие, держим на особой контроле с заверением. Учредители и руководители предприятия говорят о том, что в октябре текущего года они эту задолженность погасят. Если за товары не будут в свое время на рассчитываться, вы опять попадете в черные списки? Мы надеемся, что сейчас конкурсы закрались по школам и садам. И, соответственно, определенное оживление будет в строительном секторе. Не затягивать с выплатой заработной платы пообещал и конкурсный управляющий Чуваш Автотранса. Долги предприятия достигают 15 миллионов рублей. Проводится в настоящее время инвентаризация. По части объектов она уже проведена, получена оценка, которая направлена на экспертное заключение. И данные объекты будут своевременно тут же направлены на проведение торгов. В настоящее время расчетный счет в соответствии с действующим законодательством предприятия заблокирован. Впереди заработные платы, идут налоги. Мы направили заявление, чтобы арбитражный суд нам его удовлетворил о приоритете заработной платы перед налогами. Затягивать процедуру реализации имущества недопустимо, отметил Михаил Игнатьев. Где на самом деле есть бездействие, этих должностных лиц мы должны привлекать к ответственности. Глава региона поручил оказать содействие в переквалификации, а также трудоустройстве увольняемых работников. С ними проведены собрания, где им разъяснены их права. Также было предложено совместно с администрацией города Чебоксара перейти на новую работу в муниципальные органы. С начала года, благодаря эффективному взаимодействию правоохранителей и властей, заработную плату получили более полутора тысяч человек. Выплачено 1743 работникам в сумме более 44 миллионов рублей. Виновные лица привлечены к административной ответственности в наложению штрафа на общую сумму более 7,2 миллиона рублей. Михаил Игнатьев отметил, что долги перед работниками необходимо погасить до последней копейки. Но главная задача – не допустить новых просрочек. Дмитрий Ковалев, Татьяна Раевская и Бахтияр Велиев. Республика.